МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С момента появления первого искусственного спутника Земли военные задумались над тем, как уничтожать космические аппараты, находящиеся на околоземной орбите. Работы в этом направлении интенсивно велись и в СССР, и в США. Истребители спутников в фильме «Оружие». В Советском Союзе с 60-х годов прошлого столетия развернулась обширная программа строительства боевых космических кораблей с различными типами вооружения. Базовым стал проект, который получил обозначение ИС, истребитель спутников. Суть его выражалась в следующем. Мощный ракетоноситель выводил в космос специальный спутник-перехватчик. Уже находясь на околоземной орбите, он выполнял серию маневров и сближался с космическим аппаратом противника. Затем перехватчик взрывался и уничтожал вражеский спутник осколками. По предварительным расчетам, именно этот проект был самым быстрым в реализации, дешевым и эффективным. Истребитель спутников представлял собой относительно простой космический аппарат. Он состоял из двух функциональных отсеков. В основном отсеке размещались системы управления и наведения на цель, а также боезаряд. Во втором отсеке были установлены двигатели. Обшивка аппарата была выполнена по специальной технологии и после подрыва превращалась в сотни поражающих элементов по типу шрапнели. Таким образом должна была создаваться сплошная зона поражения в радиусе около одного километра. Однако проведенные исследования показали, что по ходу движения спутника-истребителя дальность поражения цели достигала двух километров, а в обратном направлении не превышала 400 метров. Разлет осколков носил непредсказуемый характер, и пораженной могла оказаться цель, расположенная на гораздо большем удалении. Перехват предполагалось осуществлять на первом-третьем витках. В дальнейшем предполагалось увеличить потенциал спутника, чтобы было возможно осуществлять повторный перехват в случае промаха при первом. Большое значение при создании такой системы имело точность выведения перехватчика на околоземную орбиту. Требовалась очень мощная и надежная ракета-носитель. В то время опытом создания баллистических ракет обладали коллективы, которыми руководили Сергей Королев, Михаил Янгель, Владимир Челомей. Кстати, Никита Хрущев уже в июне 1960 года заявил, что всякий разведывательный спутник над территорией СССР будет сбит. Между тем, лишь в 1961 году правительство поручило разработку тяжелой баллистической ракеты УР-200 для программы «Истребитель спутников» конструкторскому бюро академика Челомея. Решение принимал лично Никита Хрущев. Главный конструктор ракетных систем Челомей сумел воспользоваться тем, что сын главы государства работает у него и сумел продвинуть, несмотря на жесточайшую конкуренцию со стороны Сергея Павловича Королева и Янгеля, сумел продвинуть вот это постановление, которое позволило ему, значит, изготавливать серийно те ракеты, которые он задумывал. Летно-конструкторские испытания баллистических ракет УР-200 проходили с ноября 1963 по октябрь 1964 года. Всего за этот период было проведено 9 стартов. В то же время в Челомеевском КБ был разработан проект новой универсальной тяжелой ракеты, получившей обозначение УР-500. Грузоподъемность нового ракетоносителя была в 5 раз выше. Это очень понравилось военным. Экспериментальный тяжелый спутник «Полет-1» был запущен на околоземную орбиту 1 ноября 1963 года с полигона Тюратам. Сегодня это космодром Байконур. «Полет-1» состоял из цилиндрического приборного отсека, где размещались системы управления и наведения с боевым зарядом и моторной части. В ней устанавливались топливные баки, маршевый двигатель, а также двигатели жесткой и мягкой стабилизации. Через полгода в космос вывели второй космический аппарат этого типа. «Полет-1» и «Полет-2» были прототипами автоматического спутника-перехватчика, который в дальнейшем получил обозначение ИС, то есть истребитель спутников. В октябре 1964 года работы над программой ИС передали в конструкторское бюро Сергея Королева. От дальнейшей разработки Челомеевской ракеты-носителя у «Р-200» отказались. Спутник-перехватчик был доработан, а для его доставки в космос решили использовать межконтинентальную баллистическую ракету «Р-36» разработки Михаила Янгеля. Янгель Михаил Кузьмич, выдающийся конструктор ракетно-космической техники, академик, дважды герой социалистического труда. Годы жизни – 1911-1971. Работал в конструкторских бюро Поликарпова Микояна Месищева, заместитель главного конструктора в КБ Королева, автор многих ракетных комплексов, ракетоносителей, космических аппаратов. Затянувшаяся передача технической документации из одного конструкторского бюро в другое и связанные с этим проблемы заставили приостановить начавшиеся испытания. Они возобновились с большой задержкой. 27 октября 1967 года на орбиту был выведен уже не экспериментальный, а боевой истребитель спутников, который получил обозначение «Космос-185». Спутники серии «Космос» – это вполне условное название. По этой серии запускались спутники и в интересах вооруженных сил, Министерства обороны, и гражданские спутники. Это могли быть аппараты и специального назначения, в том числе и истребители спутников. Для того, чтобы не раскрывать принадлежность аппарата, к какому ведомству он принадлежит, они все шли под названием «Космос». На следующем этапе испытаний в 1968 году в космос был выведен спутник-мишень. После нескольких часов полета он самостоятельно перешел со своей основной орбиты на другую, более высокую. Через день в околоземное пространство вышел спутник-истребитель. Уже на втором витке он сблизился со спутником-мишенью и произвел подрыв. В ходе испытания проверялась работа систем наведения, сближения и подрыва спутника-истребителя. Программа была успешно выполнена. ИС — истребитель спутников. Космический аппарат-перехватчик маневрирующего типа. Конструкция — приборный отсек с боезарядом, моторный отсек. Масса — 1559 килограммов. Масса боезаряда — 300 килограммов. Высота перехвата — до 2000 километров. Сначала ИС фактически представлял собой летающую бомбу, которая взрывалась, уничтожая противника волной осколков. Позже был разработан спутник, несущий четыре ракеты «Космос-Космос», способный сбить четыре цели. Экспериментальный спутник-мишень ДСП-1М, который использовался во время испытаний противоспутниковых систем, был бронирован. Его корпус состоял из двух правильных усеченных шестигранных пирамид, соединенных между собой. Он мог выдержать три атаки спутников-истребителей. Аналогов этому в мировой практике нет. С 1967 по 1971 годы Советский Союз провел около 20 испытательных запусков космических мишеней и истребителей-спутников. Однако в ход работ вмешалась политика. К 1972 году в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки наметилось потепление. Были подписаны договор об ограничении стратегических вооружений и договор об ограничении систем противоракетной обороны. В связи с этим подавляющее большинство проектов, связанных с тематикой ракетно-космической обороны, приостановили. Тем не менее, в 1973 году система ИС была принята в опытную эксплуатацию, а после небольшой доработки в 1978 году поступила на вооружение Советской Армии. Работы над проектом ИС возобновились в 1976 году. Перерыв в испытаниях советские ученые и конструкторы использовали для доработки отдельных элементов системы и создания принципиально новых узлов. В частности, стала использоваться другая система наведения на цель. Так появился модернизированный вариант спутника-перехватчика. Испытания новых спутников завершились, едва начавшись. Главных причин этому было две. Сокращение финансирования проекта и начало новых советско-американских переговоров. Теперь уже по ограничению противоспутниковых систем. На это время обе стороны приостановили работы по данному направлению. Но в 1980 году переговоры по ограничению противоспутниковых систем были сорваны. В США в это время активно разрабатывалась концепция СОИ, стратегической оборонной инициативы. Она фактически перечеркивала все ранее достигнутые договоренности в военно-космической сфере. В этой ситуации работы над советской противоспутниковой программой были продолжены. Они в основном касались проверки характеристик действующей системы. Советский экспериментальный лазерный комплекс «Терра» был развернут в Казахстане в начале 80-х годов. 10 октября 1983 года во время полета по программе «Спейс Шаттл» корабль «Челленджер» проходил над казахстанским полигоном на высоте 363 километров. По приказу министра обороны СССР Дмитрия Устинова состоялось включение лазера по американскому челноку. Как рассказали позднее члены экипажа «Челленджера», в тот момент возникли нарушения в работе связи и электронного оборудования, а сами астронавты испытывали сильное недомогание. Окончание Холодной войны не привело к завершению работы над боевыми космическими аппаратами. В настоящее время они продолжаются, хотя и не так активно, как прежде. Продолжение следует... Продолжение следует...